Добрый день всем гостям моего канала, всем моим подписчикам. Сегодня я вяжу вот такую шапочку простую, крючком. Вяжется довольно быстро и выглядит очень хорошо. Это весенняя шапочка. Вязала я её из пряжи Газал Бэби Вулл. 50 граммах, 175 метров. Здесь у нас 45 Миринавул, 20% Кашемир и 40% Акрин. На эту шапочку у меня ушло пряжа около 100 граммов. Осталось совсем немножко от 100 граммов. Для начала вязания мы набираем цепочку, равную нашей окружности головы. Набираем цепочку из столбиков с одним накидом. Для этого мы вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Делаем накид и в первую петлю вводим крючок не за одну дужку, вот как мы раньше вязали, а за две, чтобы у нас получился здесь красивый край. За две дужки вставляем крючок, вытаскиваем нить, провязываем одну петлю и потом провязываем как столбик с одним накидом. Две, делаем накид, мы сюда вставляли крючочек, значит теперь в следующую, за две стороны петли. Я раньше набирала вот за одну, но тогда не получается красивый край. Поэтому вот сейчас за две, видите, две. У нас сейчас на спице как бы 4 петельки. Протянули нить, провязали первую петельку, 3 петли на спице, провязали две. Еще раз накид, за две дужки провязываем одну, две и следующую. Накид от себя, следующую петельку вставляем, нам так и хочется за одну захватить, но мы стараемся захватить за две петельки. Одну. И так мы вяжем нужную нам длину этой цепочки. Забыла накид на себя. Главное приспособиться, потом оно дальше пойдет быстрее, когда будет уже вырисовываться наше изделие. Единственное, надо делать одинаковое натяжение петель. Вот видите, я эту слишком вытянула и получится уже неровная. Не затягивать и сильно не распускать. Так. Так. Ну вот у нас уже вырисовывается наше столбик и вот они. И так мы вяжем для нужной нам длины окружности головы. Ну, у меня он пятьдесят шестой. Размер, значит, я вяжу пятьдесят шесть сантиметров. Ну вот, я связала нужную мне длину. У меня окружность головы пятьдесят шесть сантиметров. Я связала такую тесенку, или как ее назвать, пятьдесят шесть сантиметров. И далее будем продолжать вязать шапочку. Вот видите, когда берешь за две дужки, у нас косичка получается, петельку за две дужки, косичка получается вот с одной стороны, с обратной стороны красивый край. Теперь, когда провязана нужная длина, то есть по объему головы, окружность головы, с изнаночной стороны, вот я вяжу крючок между двумя последними столбиками, протягиваем нить. И полученную петельку протягиваем нашу, которая уже существует. И далее мы вяжем три воздушные петли. Раз, два, три. И мы сейчас вяжем резинку из столбиков с одним накидом. То есть, вот у нас уже первый столбик у нас выпуклый получился. Теперь мы вяжем его с изнаночной стороны вогнутый. Это обычная резинка крючком. Теперь столбик с лицевой стороны. Далее опять с изнаночной. С лицевой. Просто обхватываем столбик крючком и вяжем столбики с одним накидом. Это у нас лицевой, далее с изнаночной. Вводим крючок с изнаночной стороны. И таким образом резинку мы провязываем на такую высоту, которая вам нравится, для высоты нашего берета шапочки. Я сейчас провяжу первый ряд, посмотрю, на сколько у меня будет. И, наверное, свяжу еще ряда три. Итого будет четыре ряда резинки. Я провязала один ряд резинки. Еще, наверное, провяжу три ряда. Всего будет у меня четыре ряда резинки. Также продолжаем над вогнутыми столбиками вогнутые, над выпуклым выпуклым. То есть делаем раз, три воздушные петли. Далее у нас идет вогнутый столбик. Следующий выпуклый. И таким образом еще провяжем три ряда. Так, я связала восемь рядов резинки. У меня получилось где-то пять сантиметров. Пять сантиметров у меня стала длина, естественно, уже, потому что резинка, ну, когда растягивается, как раз у меня пятьдесят шесть сантиметров получилось. Можно набирать больше, но это на ваше усмотрение. Далее, чтобы присоединяемся уже обычным образом не с изнаночной стороны, а с лицевой. И дальше я буду вязать в каждый столбик один столбик с накидом. Ну, чтобы было у нас шире наша шапочка, она выглядит такая широкая, не облегающая. Я делаю прибавление. Прибавление делаю и решила, что прибавлю пятнадцать, четырнадцать-пятнадцать столбиков. И, значит, я буду, у меня получилось, что у меня по всей окружности сто два столбика. Сто два на пятнадцать делится через шесть. В каждый седьмой столбик я буду делать по два. Ну, тоже на ваше усмотрение, кто не хочет, тот не делает. Раз, два, три. Три петли подъема. И вот в каждый столбик я буду вязать по одному столбику. Один, это у нас уже три, четыре, пять. Шесть. И в седьмой столбик я сделаю прибавку. Один, второй. И так дальше. Шесть столбиков, прибавка. Далее, следующий ряд, вот я увеличила, у меня получилось увеличение на 14 столбиков. То есть, у меня было сто два столбика по окружности, плюс 14. Получилось сто шестнадцать столбиков. И далее мы следующий ряд будем вязать полустолбиками, но не в каждый столбик вот этот вот, а за перемычки. Когда мы поворачиваем на изнаночную сторону, у нас вот такие есть, возьму поменьше крючок. Вот у нас петелька, две дужки, а здесь сзади есть вот такая перемычка. У меня светлые нитки как бы не очень видно. Вот, вот у нас петелька, петля и сзади перемычка. Вот за эти перемычки мы будем вязать полустолбики. Я постараюсь сейчас показать на более толстой пряжи. Вот у нас идет петля с двумя дужками, с изнаночной стороны вот эта вот перемычка. Вот она. И у нас эта полностью петля получается на лицевой стороне. Мы за эту перемычку, если вяжем, допустим, вот я присоединилась в эту перемычку, но у меня здесь не круговое вязание. Вот мы якобы присоединились сюда, делаем две воздушные, вернее одно у нас полустолбик. И далее вяжем вот за следующую перемычку. Полустолбик. Опять делаем накид и вот она у нас перемычка с изнаночной стороны. Полустолбик. И таким образом у нас на лицевой стороне получается вот такая горизонтальная косичка. Ну так красиво получается. Довязали ряд до конца. Мы присоединяемся в первую перемычку. Ее надо найти тут. Это посложнее будет. Делаем две петли подъема. Накид и в следующую перемычку мы вяжем полустолбик. Я не в следующую связала. Вот она следующая. И так в каждый столбик за заднюю перемычку. У меня пряжа довольно-таки тонкая. Если пряжа будет потолще, будет конечно красивее. И так мы продолжаем до конца ряда. Видите, у нас тут получается на лицевой стороне косичка. Вот мы провязали. У нас образовалась вот такая косичка. И следующий ряд мы точно так же вяжем, чтобы мы еще получили точно такую же косичку. Вот у меня на другой пряже эта косичка. Так же присоединились. Делаем одну воздушную петлю. И вяжем за заднюю перемычку. Полустолбик. И так мы провязываем еще два ряда. Это у нас какой будет ряд первый. Это был первый, второй, третий ряд мы будем вязать. Следующий ряд тоже такой, по-моему, четвертый. Да, это был четвертый ряд. Вяжем тоже таким же образом, чтобы у нас получилась такая косичка. То есть вот за перемычку столбики без накида, полустолбиками. Четвертый ряд закончили. Пятый ряд мы вяжем точно так же, только уже не полустолбики, а столбики с накидом. Делаем две воздушные петли. Две воздушные петли, накид, накид, столбик с одним накидом. Тоже получается такая же дорожка. Это у нас пятый ряд. Вот это у нас получается один рапорт нашего узора. То есть мы можем это все повторять. Вот мы провязали столбики с одним накидом. Можно сделать разделительную дорожку, еще один раз сделать столбики с одним накидом, а потом вязать вот этот вот элемент. Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас провяжу еще один столбик с одним накидом. Один ряд столбиков с одним накидом, и потом буду вязать вот такие четыре дорожки полустолбиками. Итак, мы будем вязать до нужной нам высоты нашей шапочки. Так, смотрите, что у меня получилось. Вот я сделала четыре дорожки. Раз, два, три горизонтальных петель. Между ними два, просто два ряда столбиков с одним накидом. И здесь у меня должно было идти тоже четыре, но я по ошибке связала раз, два, три, четыре, пять. Ну, я не стала распускать. Пусть будет пять. И следующий я тоже, наверное, пять свяжу, а может и четыре. Далее столбики с одним накидом ряд. И следующий ряд вяжу, как мы вязали. Три с половиной крючочек. Это вот за вот этот вот узелочек или перемычку. Но крючок у меня плохо вставляется. Я, значит, сделала таким образом, вышла из положения. Я беру крючок меньшего размера. Набираю эти перемычки. Можно, наверное, спицу взять спицу. Это было бы даже легче. Ну ладно уже. Буду искать спицу. Поворачиваю и просто вяжу уже с крючка. Мне так удобнее. Ну и вяжу, как мы всегда вяжем полустолбиками. Вяжем полустолбиками. Накид на крючок. Полустолбиками. Полустолбиками. Вяжем полустолбиками. Вот так. Мне показалось, что так легче. Хотя есть еще один способ вязания этих дорожек. Это когда провязываются вогнутые столбики. Но я попробую в следующий раз связать следующую свою шапочку вогнутыми столбиками. Вот. И так я провяжу. Раз я уже тут пять начала. Мне надо высоту шапочки, наверное, где-то 21 сантиметр до донышка. Значит, у меня уже есть 13, еще 8 сантиметров. У нас где-то вот этот рапорт получается 4 сантиметра. Значит, мне надо связать будет. Я тогда свяжу еще два рапорта с пятью дорожками. И потом начну... Ну, можно варьировать. Можно с четырьмя, можно с пятью, можно вообще с шестью дорожками. И потом начну уже делать макушку. И так мы далее провязываем. Когда я довязала нужную высоту шапочки, вот такие у меня дорожки получились. Далее я буду делать убавления. Я остановилась вот последний раз, два, три, четыре, пять дорожек. И столбики, один ряд столбиков, столбики с одним накидом. Теперь я буду убавлять следующим образом. Я буду провязывать полустолбиками ряд. И в каждую... Девять петель провязывать. В каждую... Десятую буду делать... В десятой петле буду делать убавления. Так, у меня идут столбики. полустолбики 1 2 345 6 7 8 9 и далее через 9 полустолбиков я буду делать убавление ввожу петлю в следующий столбик и следующий накид забыла в следующий столбик в следующий столбик провязываем этот следующий провязывать и поднятые петли и делаю полустолбик и далее вяжу таким же образом 9 полустолбиков 2 9 и убавление накид 1 2 и полустолбик и так провязываю до конца ряда вот я практически дошла до конца ряда сейчас посчитаю сколько у меня тут осталось так 1 1 2 4 5 6 7 8 не хватило чуть-чуть закрываем ряд присоединяемся воздушная петля и 9 далее делаем убавку теперь делаем убавку через восемь петель через восемь столбиков вернее 1 2 1 3 3 4 5 6 5 6 7 6 8 накид убавка и так дальше продолжаем 8 столбиков убавка 8 столбиков убавка до вязала до конца ряда до конца ряда 8 полустолбиков убавка следующий раз через 7 будем делать у нас тут две осталось 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 5 5 6 7 полустолбиков 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 через каждые 5 петель и теперь я обрезаю нить оставляю там побольше кончик закрепляю эту нить продеваю в иголку и буду это собирать верхушечку вот так в каждую петельку ну потом вот так стену вот так она выглядит в готовом виде здесь хорошо видны все эти дорожки очень такая удобная весенняя шапочка вяжется очень быстро на нее ушло где-то около 100 грамм 2 моточка у меня было по 50 грамм вязала я из пряжи вот этой вот газал бэби вул если кому понравится понравилось пробуйте вяжите благодарю всех за отзывы и комментарии успехов вам творчестве заходите на мой канал до новых встреч